Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямую линию в эфире телеканала «Россия-24». Он ответил на самые наболевшие вопросы жителей региона. В основном они касались состояния дорог, благоустройства муниципалитетов и социальных выплат. О самых важных из них расскажем в следующем материале. Два с половиной часа живого общения и принятия конкретных решений. Традиционная прямая линия с главой Приангария проходит несколько раз в год. Участвуют как крупные муниципалитеты, так и самые отдалённые территории. Ожидаемо, что большинство вопросов касаются социальной сферы, в том числе поддержки семей участников специальной военной операции. Молодая мама хотела устроить в лагерь сына. Муж мобилизован, можно это сделать или нет? Конечно, можно. Мы это сразу решаем оперативно, у нас свой штаб есть, поручение даётся, здесь вопросов нет. Мы эти вопросы финансируем. Вот все льготы, которые имеются по участникам специальной военной операции, конечно, они на особом контроле. И не только у меня, у нас и назорные органы это видят, всё-таки это нормативно-правовые акты. В Иркутской области действуют 37 мер поддержки для мобилизованных и их семей. Например, с конца прошлого года дети военнослужащих получают бесплатное школьное питание за счёт средств областного бюджета. Также глава Приангария уделил большое внимание и вопросам, которые касаются жемчужины региона – Байкалу. От местного жителя есть вопрос. Почему у нас так однообразно мыслят, всё уперлось в эту переправу на Ольхон и очередь? Вы дайте людям альтернативу. Почему никак не развивается авиасообщение с островом? Наплыв желающих отдохнуть на острове Ольхон действительно очень большой, заявил глава Приангария. В этом году поток туристов установил новый рекорд – более трёх миллионов человек. Это больше населения Иркутской области. Поэтому сейчас власти региона работают над решением проблемы с очередью на переправу. Сейчас губернатор также нам сформировал задачу увеличить и пропускную способность самих паромных переправ. И мы формируем техническое задание на проектирование и строительство дополнительного парома, который берет большей вместимости и обеспечит больший пропуск транспортных средств, чем сегодня есть. Также губернатор прокомментировал недавние поправки в федеральный закон об охране озера Байкал. Как полагает Игорь Кобзев, благодаря этому будет решено сразу несколько проблемных вопросов. Вопрос селезащиты для меня принципиальный. Всё-таки две трассы – и дорожные, и железнодорожные. Они федеральные. У нас 8 населённых пунктов, почти более 3000 человек там проживает. Мы в этом году ощутили на себе, как селевые потоки по Байкальску отработали. И мы сегодня до сих пор устраняем те последствия от селевого схода. Всего на горячую линию поступило более 500 звонков и свыше 1000 письменных обращений. Как заявил глава Приангарья, все они не останутся без внимания, их передадут в профильные ведомства. Вместе с этим в круглосуточном режиме жители могут обратиться в телеграм-канал «Кобзев на связи». Наталья Хмелёва, Руслан Ульмасов. Местное время.